Записываем. Так, друзья, день добрый. У меня в гостях экономист, известный Александр Розуваев, член Дудательного совета гильдии финансовых аналитиков. Александр, здравствуй. Добрый день. Ну что, можно поздравить? Франция идет вперед, всех рвет, футбольная команда. Ну, на самом деле, даже подфартил с полуфиналом, я дальше говорить не буду. Осталось два шага и Бакшиш, так сказать, наш. Понятно, что кто поставил в самом начале, как я говорил, тот получил бы максимальный рычаг. Это зависит, конечно, от конторы, через которую вы делали ставки, плюс на земле, то есть в офисе или онлайн. Но так или иначе можно заработать. И до сих пор еще можно успеть заработать, хотя, конечно, с меньшим рычагом поставить деньги на Францию. Ну, ты это сделал? Я поставил в самом начале, конечно. Ну, конечно, я и на Евро, на Италию. Рычаг хороший? Рычаг хороший, но два шага еще осталось, поэтому мы пока не будем. По деревяшке стучим, и тут деревяшка есть. Да, да, не говори ГОП, пока не перепрыгнешь. Но на самом деле, слава богу, финал чемпионата, то есть весь турнир проходит пока без каких-то суперскандалов, о которых говорили. Возможно, Российская Федерация уходит в Азию. То есть мы будем играть в азиатском чемпионате с Узбекистаном, с Австралией. Я считаю, что для наших футболистов это плюс, потому что все-таки они звезд с неба не хватают. В азиатской лиге у них будет больше шансов. Ну, как сказать, мне все-таки кажется, что нужно учиться на хороших примерах. Не то, что так кажется, но посмотрим, там политики много. Можем подвести итоги года. Не, ну хотя у нас были вот хорошие, я помню, в советское время, не в Чи, например, хорошая же команда была. Ну, там и Динамо Белисе, и Динамо Киев, вообще крутая команда была. Нет, я имею в виду вот именно вот эта лига, если Динамо Киев, это вообще что-нибудь другая история. Та лига, про которую ты говоришь. Ну, они на самом деле все играют в Европе. И армяне, и азербайджанцы, да-да-да. Да, а мы, значит, там возле, да? А мы будем там играть, да. Ну, спасибо. Так, ну теперь переходим к итогам года. Это вообще, как ты считаешь, они позитивные, негативные? У меня сейчас было эфир на РБК-ТВ. Володя Левченко там говорит, вау, неужели вы не понимаете, что рынок фондовый вырастет там? Вау, вау. Я говорю, ну, это вопрос когда брать? Почему именно сегодня я должен покупать акции? Вот именно сейчас вот. Ну, на самом деле, индекс акций широкого рынка с начала года снизился на 42%. Это, конечно, очень серьезное падение. У нас часто вместо существенного переводят как драматическое с англоязычных источников, но в этот раз действительно падение драматическое. Конечно, есть бумаги, которые были защитными и сработали. Это Септер удобрения, это Акрон, это Фосагра, Куйбышев Азот. Моя любимая фишка, как уже можно сказать, пользователь технологий вообще прибавил 53% с начала года. Но так или иначе, год, конечно, для рынка акций мы живы, и это главное, я так скажу. Что касается ситуации, которая могла ли быть хуже? Могло. Потому что не только политические риски, но и, конечно, ужесточение налогов. Газпром в этом году заплатит во все бюджеты 5 триллионов рублей. У него капитализация меньше. Правда, есть люди, которые почему-то пытаются вычесть из капитализации налоги и сказать, у Газпрома отрицательный капитал. Не, ребят, ну, это может быть и в любом случае неправильно, но тогда вы должны брать там собственные средства, денежный поток, смотреть на налоги. Капитализация – это просто котировки акций, да, умноженные на количество бумаг. Ну, так или иначе. Дешевь наш рынок, да, вырастет ли он в следующем году индексы? Ну, скорее всего, да, хотя я рекомендую прежде всего смотреть на дивиденды. Главное, что бюджетный дефицит есть, хоть и долг у России маленький. Соответственно, рост налогов неизбежен. Если раньше думали, ну, ладно, что там, ну, Газпромы, да, вот что будет, насколько будет увеличение для ЛРОСа, люди смотрят. Поэтому, конечно... Ты уже мешаешь, вот этот вопрос, тем, который хочу задать потом уже, что нас ждет, ты уже стал мешать. Ну, ладно. Это просто перспектива. А так, вот, конечно, мы живы, это главное. Рецессия в 2-3 процента, это, конечно, не очень много. Рубль сильный, инфляция 12-13 процентов. Это приемлемо. В нулевые годы у нас она была там 16-14. То есть все могло быть намного хуже. И я считаю, что, конечно, и ЦБ, и Минфин хорошо сработали. Но главное, в общем, люди, россияне, руководители, собственники компаний, просто рядовые люди, мы показали чудеса адаптации. И, соответственно, в общем, надо уметь играть и плохими картами тоже. Имея очень плохие карты, мы показываем далеко не самый слабый результат. Хорошо. Ну вот, а теперь мы переходим к самому сладкому. Что? Ну, я понимаю, сейчас скажешь, пустив технологии покупай. Но есть же какие-то другие активы, кроме пустив технологии. Конечно, есть. Есть другие активы. Я скажу, что у нас есть то, что будоражит в декабре каждый год всех. Это прогнозы Саксабанка. Давай поговорим. А ты знаешь подарок, который мне Саксабанк прислал? Не знаю, какой там подарок. Мне попитал подарок, я даже могу тебе показать. У меня в соседней комнате. Рубин Гуд. Я же защитник угнетенных. Это фигурка Рубин Гуда для театра вот этого, который за ниточки дергается. Я же защитник угнетенных и бедных. Ну что, хороший подарок, наверное. Но они там золото по три тысячи рисуют. А-а-а. Понимаете? Конечно. Не, ну там много чего почитать интересного есть. Я для себя отметил две вещи. Золото по три тысячи. Вот. И то, что они считают, что будет наднациональная валюта для международных расчетов. БРИКС плюс близкие БРИКС страны. Привязка валюты будет к сырью. Причем основу будет сранить. Вот глядя на договор китайцев с саудитами, мы с индусами, рупи, да, вот это все дело. Вполне возможно, кстати, Путин об этом говорил где-то летом. Так что это не означает, что доллар превратится в пыль. Я по-прежнему считаю, что евро очень уязвимым. Возврат к национальным валютам. Но так или иначе, эта история очень интересна. Соответственно, с моей точки зрения, на будущий год золото и акции золоторудных компаний – это основная, наверное, инвестиционная идея. Российский рынок акций дешев. Вот. Но налоги, налоги, конечно, беспокоят. Это первое и второе. А геополитика тебя беспокоит? Да, это очень важно. Мы не будем сейчас копать в эту тему. Геополитика тебя не беспокоит вообще? Не копая глубоко. Ну, хорошо. Я бы, на самом деле, может быть, купил там какие-нибудь долги Беларуси, Азербайджана. Они там интересные, но мы поможем беларусам, а Азербайджану поможет нефть и газ. Поэтому тут как бы я считаю, что у Азербайджана нет военно-политических рисков. Так, ну, понятно, имея такого старшего брата. Так, что… Да, у них своя армия, хорошо. Золото – это number one. Да. Что беспокоит меня, если вы покупаете квит? Я считаю, что справедливо, что ведущие наши, прежде всего, американские финансовые компании смотрят вниз. И вольнее не идут. То есть, пока наш рынок отрезан, мы такие дешевые. Но, скорее всего, мы подражаем, если говорить о фишках. Насколько… Просто мы очень сильно упали. После падения всегда должен быть рост. Но рынок, особенно на фоне повышения ставок и прочего, и прочего, мировой, будет, конечно, сдерживать рост наших акций. И, ну, это самый негативный сценарий, какая-то такая жесткая мировая рецессия, падение спроса на сырье и обвал цен на сырье. Ну, это, конечно, негативный сценарий, но все-таки, на мой взгляд, вероятность не такая большая. Что касается ледяного потолка на нашу нефть, ну, это вот даже сами ребята в Блонберге писали. Ну, он затронет 10-20% российского экспорта своего. Ну, окей, 7 миллионов баррелей весь экспорт. Ну, там, я не знаю, ну, полтора миллиона баррелей пускай. Ну, как-то наши где-то что-то выйдут там из положения. Даже если будет сокращение добычи, это все не так трагично, с моей точки зрения. Вот, и, соответственно, опять-таки, можно следующую тему. Я считаю, что пока нет, но в будущем году Банк России продолжит снижать ставочку. Потому что, как только инфляция пройдет в март, ведь считается годовая, ну, год-году, да? Соответственно, там не будет учтен скачок вот этот, который был, когда доллар там по 150. И, соответственно, годовая инфляция мгновенно свалится на 5-6%. У нас таргет по ключевой ставке 6,8. Вот 6, она и будет, может быть, чуть ниже. Соответственно, это очень хорошо для рынка акций. Ты знаешь, я общаюсь с людьми, которые, ну, помогают выпускать облигации в ЭДО. Они мечтают об этом, когда будет 5,5 там. Конечно, для второго, для третьего эшелона, конечно, ребята ждут. Но кто-то тут говорит, что вообще ставка может быть повышена, потому что в мире ставки растут. Но нет. Наш ЦБ все-таки ориентируется на внутреннюю инфляцию. Мы сейчас отрезаны очень серьезно от мировых площадок. Поэтому я все-таки жду снижения ставочки. Я даже, пускай там, 5,5 где-то на конец следующего года. Сейчас в моменте индекса Московской биржи 2157. У меня сейчас, когда был эфир с РБК-ТВ, там был на линии еще Шенк. Это компания Открытие. Он сказал, что у них 3000 пунктов. Это цель на следующий год по индексу Московской биржи. Я, может, кто-то не знает. Открою страшный секрет. Как нормальная финансовая компания. По-другому нельзя, это правильно. Рисует таргет по индексу. Рисуются отраслевыми аналитиками фундаментальные таргеты по бумагам. Исходя из этих таргетов, получается таргет по индексу. Но, конечно, они заложили, так сказать, с дисконтом дорогую нефть. Вот у них это дело и получилось. Но это модель. Вы должны понимать, что модель дает вот это. Но это просто информация к размышлениям. Но это правило. DCF-модель, таргеты по бумагам, таргеты по индексу. Рисует всегда работает именно так. Да я же не осуждаю, Шенка. Я просто пытаюсь выбить из тебя информацию, что покупать. Ну, может ли быть, может ли быть цифровок? Может, при оптимистичном сценарии. Я просто пытаюсь от тебя выбить информацию, какие акции покупать. Сурик, который съезд у Коэл. Отлично. Что ты думаешь по поводу рубля? Ты замечен постоянно в дискуссиях про деноминации. Ну, деноминация – это хорошо. Копейка – это хорошо. 60-70 копеек за доллар курс. Бутылка воды – 50 копеек. Как, я не знаю, там, квартира 100 тысяч рублей и так далее. Это решение политическое. Хотя какие-то вот люди, тут появятся снова бумажные деньги, технологии поменялись, и бумага опять выгоднее, чем монетка. 5-10 рублей. Когда-то были такие бумажные деньги. Но это не имеет никакого решения в деноминации. Это просто мелкая монета. Сейчас, конечно, стало больше опять, потому что люди не доверяют банковской системе. Но, надеюсь, все опять будут платить карточками. Хотя, вообще, вот, это немножко другая история. Не то, о чем я говорил. Валюта расчетов между странами. А просто я всегда был сторонником евразийского евро для Беларуси, Российской Федерации, Казахстана. Ну, дальше надо там посмотреть, как чего. Когда-то, даже в 2012 году, назвал я автин эту валюту. Хотя, конечно, сама эта идея, она была впервые озвучена. Это знаменитая лекция Елбасы господина Назарбаева в МГУ в 1994 году. Конечно, лучше иметь свою валютную зону. Но, так или иначе, деноминация – это хорошо. У нас, кстати, важный событий произошел совсем недавно. В близкий контекст. Наконец-то в Казани, причем СБЕР, запустил сектор все-таки исламских финансов. Основной финансовый центр исламских финансов, причем, видимо, мировой, самый главный будет в Стамбуле у Эрдогана. Что касается у нас в Казани, прошляпили, конечно. Я все это на исламском финансовом форуме еще в 2016 году слушал. Но локальный у нас будет финансовый центр. Это, конечно, очень-очень интересно. Интересно, что будет с деноминацией. Я помню, пол-литра пива стоило в автомате 20 копейки, 24 копейки. Нет, ну, правильно копейка. Это уважаемая, вообще уважаемая валюта – это когда у вас есть мелкая монета, там, не знаю, центы, копейки, и когда низкие ставки. У нас, правда, ставки пока тоже не совсем низкие. Но, в принципе, уважаемая валюта – это вот такой сценарий. И вот Хрущев, помнишь, он так по воспоминаниям сказал, а то вот копеечку не поднимают, когда было 61-го года, да, реформа. А теперь они за копеечкой поднимутся. Ну, тогда все-таки при округлении было округление в большую сторону. То есть цены вверх пошли. Сейчас этого не будет, потому что у вас фактически 1 рубль, ну, возьмите эту монетку, смотрите, да, 1 рубль сейчас. Это 1 копейка, ничего такого не будет. А тут масштаб цен, ну, перечитайте Булгакова, мастера. Там вот как раз червонцы, такси, вот, ну, а тут масштаб цен. Смотрите, как тогда люди жили. В принципе, вот, ну, я на разные темы поступаю, пишу. Я всегда говорил, что Наташа Ростова, Татьяна Ларина – это что-то из урока истории. А Марго, Маргарита, она своя, она наша девчонка, московская, современная, тут без мобилы. Поэтому та жизнь, она очень близка к современной московской жизни. Ну, только, конечно, с поправкой еще немножко на время. Когда там она, ей предлагают встретиться, да, с Володом, начинает разговор, что она говорит, вы хотите меня арестовать? Не дай бог вот такое. А так, да. Подведем итог это в интервью. Вешать нос не будем, потому что вполне вероятно, что фондовый рынок в следующем году покажет рост. Да, более того, у нас были более лихие времена. В журнале компании вышла моя криминальная сага. Это фактически на сценарии, там я с людьми разговариваю. Называется «Мы от Черновырдина». И это вот про то, каким был и наш фондовый рынок. Это, конечно, вымышленная история, но там очень много прямых параллелей. И вообще бизнес в 90-е, в начале нулевых годов. Можно зайти в телегу мою, в Сарайберке. Можно зайти в ВКонтакте, моя страничка. Ну, понятное дело, журнал компании, почитать. Всем очень нравится. Даже, ну, это, конечно, лезть, грубо, но все равно. Парни некоторые говорят не хуже, чем знаменитая бригада. Хотя криминала там все-таки меньше. Все, спасибо большое. Я убегаю от тебя. Бригада пошла. Все, давай, спасибо.